И сначала буквально чуть-чуть краткой характеристики моей школы, что она сама из себя тогда представляла в то время. Это была международная школа, в которую мог поехать абсолютно любой желающий с любой точки мира. Абсолютно не было никаких ограничений в плане твоей национальности, твоего места жительства. Там были абсолютно все, мне кажется, все возможные люди из разных стран, которые захотели выучить английский язык, ну, с исключением англичан, американцев, да, возрастом от 16 до 25 лет. Пёстрое было разнообразие, что для меня, конечно, это был шок, потому что это была моя первая такая поездка. И, кстати говоря, вы знаете, что я жива в номере под номером 333. И почему-то мне так понравилось это число. И однажды я просто постучала с ним свой номер. И, кстати говоря, я честно не могу вам сказать, каких национальностей было больше, каких было меньше. И у меня такое чувство, что все было как-то поровну. Ну, знаете, русских было достаточно мало. Мало было русских, и, по-моему, всего две украинские девочки. Давайте начнем с немцев. Не знаю, почему с немцев, но почему-то хочется начать с них, потому что именно в то время, в 16 лет, я дико фонотела от немцев, и почему-то я очень хотела с ними познакомиться. Так вот, друзья, если вы представляете немцев какими-то там, не знаю, педантичными, суровыми такими, знаете, ребятами, я не знаю, насколько вы ошибаетесь, но ту молодежь, что видела я, это можно назвать просто одним словом. Это абсолютно не стесняющиеся, никого ничего, ребята, неформалы одним словом, которые просто чувствуют себя расслабленным в любом месте, матерятся достаточно много, разговаривают громко, но не так, как испанцы, на более пониженных тонах. Они могут спокойно зайти, не знаю, в компьютерный класс, положить ноги на стол и всячески выражать свое недовольствие или удовольствие, или даже обсуждать тебя. То есть, честно говоря, мне хотелось с ними подружиться, но в том возрасте я была очень стеснительная, и я так стеснялась к ним подойти. В общем, одним словом, это были такие неформальные, веселые достаточно, жесткие, с черным юмором ребята. У меня, кстати, сосед был немец. И, перетекая уже непосредственно ко второй нации, это были испанцы, второй сосед у меня был испанец. Знаете, не зря вот существует, ну, нет, не поверя, а именно действительно существующий факт, что если вы находитесь в аэропорту испанского любого города, и если вы будете слишком тихо говорить, опускать глаза, там всячески, ну, знаете, немного стеснительных и застенчивых людей, да, то могут люди подумать, что вы что-то скрываете, что вы террорист, что вы хотите, что вы замышляете, что-то против их страны, и вас могут пригласить на более глубокий осмотр и личную беседу. Испанцы говорят очень громко, настолько громко, что мне иногда их смеха закладывало в ушах. И если немцы приходят и достаточно производят такое жесткое, брутальное впечатление, довольно притягательное, кстати, да, довольно прикольное, то, когда заходят испанцы, и, знаете, пахнет чем-то таким очень позитивным, очень веселым, расслабленным. Ну, в общем, вот представьте себе Испанию, вот, да. Испанцы именно такие, они не стесняются выражать своих чувств, но в отличие от немцев, их чувства более позитивные, более радостные, они, ну, по крайней мере, те ребята не матерились. Их шутки более такие, ну, если у немцев плоткие шутки, то у испанцев более возвышенные. Но говорят они действительно громко, я бы сказала, что они кричат, они всячески выражают свои «Вау! О, ничего себе!» Вот. И для тех людей, наверное, которые привыкли более так сдерживать свои чувства, даже, мне кажется, для англичан, испанский менталитет покажется слишком невоспитанным. Но это не так. Испания это ни в коем случае не хочет вас обидеть. Просто у них так принято, они так делают, они очень открытые и душевные люди. Но, знаете, мне до такой степени не хотелось позорить свою страну, мне хотелось произвести очень хорошее впечатление даже на горничных, не только на преподавателей, и не только вообще на тех, кто руководит этой школой. Я... Там горничные были, как ни странно, мужчины. И это было очень странно, потому что чаще всего горничные женщины, а там весьма такие накаченные, такие симпатичные мужчины, что странно. Так вот, мне было так стыдно перед этими мужчинами, если я там где-то нафрякала, где-то там не спачкала что-то. У нас убирались в четверг, и я всегда перед четвергом рано утром вставала и убирала свою комнату. Я убирала ее просто, мыла туалет, мыла ванну, протирала зеркало. Ну, я, конечно, не пылесосила. Поэтому, когда я возвращалась вечером в четверг домой, в номер, то я видела, что все точно так же, как и было, исключением того, что они пылесосили, и в воздухе пахло чем-то очень таким сладко-фруктовым. Чего-то, не знаю, то ли освежитель, то ли просто пшиклка для зеркала. То есть... И мне прямо только на душе было легко. Думаю, ну, все, слава богу. Они подумают, что здесь живет вот чистоплотная русская девушка. Но это мои были бзики. Серьезно, это мои бзики. Но просто мне не хотелось, так скажем, позорить честь своей страны. Ну, друзья, давайте перейдем к такому приятному моменту. Если бы не было возможно с кем-то подружиться, то кто, какая нация бы это была? С немцами, к сожалению, не получилось у меня. Я слишком была все время занята. Как-то я их прошляпила. Хотя мне было интересно бы с ними поразвлекаться, что-то поговорить, погулять с ними. Но вы знаете, что у нас в столовой, когда обед, ужин, завтрак и так далее, и все стоят в очереди, то повара, такие веселые были дяденьки, они не дадут тебе то, что ты хочешь, пока ты не скажешь по-английски, что ты именно хочешь. Да, из-за этого я часто ела то, что не хотела, потому что я не помнила, как это называется по-английски. Вот, и впереди меня стояли две девочки, японки. Они так мило стояли, так скромно, вы знаете, прям, и видно, что они были очень голодные. Это одна девочка просто пожирающим взглядом смотрела на тарелку с рисом, и просто, ну, просто щенячими такими, просто малящими глазками. Очередь была просто огромная, мы уже стоим, мы уже просто не можем. Вот, и девочка-японка подходит к ковру, он смотрит на нее, и она такая I want to... и все, и она забыла, как будет рис по-английски, и она смотрит такими глазами, и у нее просто слезы наворачиваются. Вот тут я к ней подскакиваю и говорю, что rice, rice, и он такой, окей, и насыпает ей рис, и она такая, рис, рис. В общем, это было очень мило, и мне очень понравилось, как они вообще себя вели. И девочки, и ребята, они все время были все вместе, кучковались за одним столиком. Они все время передавали по кругу какую-то странную зеленую приправу. Мне было вот интересно, что же там такое. И они были очень скромные, они были очень милые, очень воспитанные и очень вежливые. Мне кажется, если я с кем-то могла подружиться, то это с японцами. И что мне еще понравилось, что они не ходили никуда тусоваться, они не ходили на какие-то развлечения. Практически все, они часто гуляли поодиночке, и они ходили просто по городу, что-то изучали, фотографировали. То есть они были заняты именно опознанием города, в который они приехали. То есть это было более ближе ко мне. Те ребята неплохие ни в коем случае, просто, ну, и досуг как бы не для меня. И действительно, да, они мне очень сильно понравились. И когда они разговаривали на японском, это был такой забавный язык. В общем, прикольно. Мне он очень понравился. Там были ребята из Африки, по-моему, из Южной Африки, насколько я помню. И их было не очень много. Буквально человек 10 всего я видел, и ребята, и девушки. И какая была особенность, они чаще всего ходили поодиночке. И почти всегда они были с книжками, с какими-то пособиями. Даже когда они приходили кушать в столовую, они всегда сидели и что-то читали. И я их никогда не видела, чтобы они куда-то выходили из школы вообще. То есть они были заняты очень сильно учёбой. И такая тоже прикольная особенность. Вот представьте себе девушку, которая поёт хип-хоп. Или парня, который поёт рэп темнокожего. Во что он одет? Вот просто представьте, во что он одет. Да, и вот эти ребята одевались так же. Мне так нравилось, как одевались у них девушки. Это просто... У них были дреды или косички, у них были всякие банданы, повязки. У девушек такие большие серьги в виде таких колец, всякие украшения, короткие майки. В общем, они так прикольно одевались. Такое, что-то в стиле хиппи, но с такими африканскими этническими мотивами. Это было так прикольно, серьёзно. Мне они действительно очень понравились. Они очень редко вообще вступали в беседу. Они редко разговаривали с другими национальностями. Ну и со своими, кстати, у меня тоже. Я говорю, они больше как-то были сами по себе. Очень сильно углублены в своё обучение. Что мне ещё очень нравится в Англии? То, что несмотря на такое большое количество разнообразных национальностей, учеников из других стран, причём уже взрослых людей как таковых, все люди, которые там работали, относились к нам как к взрослым людям. И они абсолютно уважали нас всех. Они уважали не только нашу национальность, половую принадлежность и так далее. Они уважали нас целиком и полностью. То есть ты взрослый человек, ты можешь спокойно даже прервать беседу учителя, извиниться, сказать своё мнение по какому-то поводу. И учитель выслушает тебя, может вступить с тобой в дискуссию, может тебя даже поддержать, перенять твою точку зрения. И все ребята, они как раз именно учились сотрудничать между собой на тех же уроках, что, на мой взгляд, очень здорово. И даже те японцы, очень скромные и милые, тоже могли что-то говорить, тоже высказывать своё мнение и вступать в диалоги с другими ребятами. Поэтому это был очень интересный, полезный опыт, серьёзный. Я за эти две недели получила просто два года жизни, жизненного опыта. Это было очень-очень здорово. Поэтому, друзья, если у вас вдруг подвернётся возможность попасть в такую школу, ну, лично я советую, вот честно от себя, берите школу, где разрешают гулять самим по городу. Я как-то не представляю, если бы меня никуда не отпускали, или в компании сопровождающего учителя. Как-то, нет, нет. Мне очень нравилось гулять одной, я в такие дебри иногда заходила, что даже как-то я заблудилась, села на бордюр и стала плакать, потому что я не могла найти дорогу домой, и денег самой особой как-то на автобус не взяла. Но в итоге я вышла оттуда. Интересный, полезный опыт, поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментарии. Я очень хочу рассказать вам про англичан, про жителей Англии, какие они сами из себя, и какие интересные особенности я за ними замечала. Поэтому, если вам это интересно, то ждите следующего видео. Пока-пока!